Блак, надеюсь, в ближайшее время увидим еще стрим. Да, стримов вы увидите, возможно, дальше с ним и что-нибудь. Всем спасибо, кто меня поддержит. Очень приятно, что не забываете. Мэтт Монах пишет. Мэтт, хочу передать свою благодарность за твои стримы. Пожелайте успеха в любой дальнейший день и сказать, классный парик. Спасибо. Лео, моя девушка категорически отказывается попробовать игры со стропоном. Как ее уговорить? Ну, ты скажи, дорогая, у меня тут есть игра без стропона, и включи Outlast. И после этого она, я думаю, согласится на все что угодно, даже с стропоном, лишь бы в это не играть. Мэтт, привет из Бреста, пишет Левчук. Как относишься к попсе 80-х? Охуенен ли Майкл Джексон? Мне нравится несколько песен у Майкла Джексон, там Smooth Criminal, еще какие-то, типа, парочка есть. Но я не фанат, честно, Майкла Джексон. В общем, Бресту привет. Попса 80-х прикольный, я его недавно послушал. Саундтрек фильма Флэш Дэнс, вот эта клевая тема. Такая синти-попса, весело. 300 рублей. Здравствуйте, Ля, к сожалению, много где написать не хочу, а хочется, возможно ли это где еще? Хочу пожелать успеха, вдохновения, здоровья и ссылка на ВКонтакте. На ВКонтакте Михаил Ключников, чувак с электрогитарой. Блядь, у меня контрол заел, вот в чем проблема-то. Или я какую-то кнопку сломал? Да. У меня реально сломался контрол на клавиатуре, вот, блядь, незадача. А, нет, у меня включился скролл-лог, что ли? Блядь, что произошло? Нам лог теперь не работает вообще. Ёлка твою мать. Вот почему я не мог встать. Слушайте, ребята, у меня сейчас клавы. А что? И понять невозможно, ну ладно. Блин, или это залипание клавиш на shift. Sorry, что туплю, но сейчас важный момент. Короче, чувак, извини, я не добавляю в друзья. Даже если мне скидывают 300 рублей, могу только привет передать. Стас пишет, Мэтт, ты с этой прической похож на горшка. В натуре, что ли? Ну так это надо, короче, значит, спеть что-нибудь, типа. Прокли! Не, я не умею, в пизду не буду. Но он делал всегда вот так вот, блядь, это было прикольно. Жалко горшка, жалко. Так. Что ж, блядь, с клавиатурой-то случилось? Так и не скажешь, что какая-то кнопка залипла. Вроде все нормально, но по идее это control, потому что масштаб страницы меняется только из-за control. Вот она, блядь, игра компьютерная, нахуй. Напугала до усрачки, аж клавиатуру сломал. Спасибо, теперь определился, играть в игру или нет. Вопрос, для оборотки используешь триммер. Evil Clown спрашивает, да, я использую триммер. Играть в эту игру или нет? Ну не знаю, хочешь пощекотать нервы, то можно попробовать. Мэтт, привет. Надеюсь, ты ответишь на вопрос в личке, интересует пиар за деньги у тебя. Пиши на почту Madison PR собака Mail.ru. Все, что я могу сказать, спасибо за деньги. 69 рублей, Max Payne. Когда приедешь в Минск, и приедешь ли вообще, устроили бы тебе пьянку, заебись. Обязательно приеду теперь. Пьянка это охуенно. 53 рубля, Хованский хуесос, никаких сомнений. 49 рублей без сообщения. 24 рубля. Точка эта хуйня. 55 рублей, Мэтт, привет. Передай привет мне, Усанова Антону. Пожалуйста. Хотел бы ты домик в Испании. Да, домик в Испании было бы заебись. И домик в деревне заебись. Но проблема Испании в том, что там слишком много русских в последнее время. Вот, блядь, я опять присел автоматом, но я... Да, пиздец, я не смогу нормально играть из-за клавиатуры теперь. Сам видите, он у меня приседает каким-то хуем. Постоянно. Чё-то у меня control залип. Ладно, да пизды, пока я на вопросы поотвечаю уж тогда. Потом разберусь. Так, привет из Брянска. В Испании он, Барселона, какой прекрасный город. Наверняка был, а теперь одни русские шлюхи туда едут, блядь, на деньги своих ёбарей. Мэтт, если бы ты смог сделать пятый Fallout, то каким бы ты его сделал? Чё, пятый, а четвёртый я чё, типа не могу сделать, что ли? При том, что ты ещё хотел бы срубить бабок. Но я бы сделал отличный Fallout, блядь, в котором, короче, голые бабы бы ебали себя бананами. А потом, когда бы мне сказали, что пятый Fallout полная хуйня, я бы такое сказал, что вы просто нихуя не поняли. Что, блядь, пятый Fallout, это заебись. 58 рублей без сообщения, 49 рублей тоже без. 58 рублей и... 5 тысяч нахуй рублей и написано обернись. Ну, слава богу, там нету чувака, который заслал мне 5 тысяч рублей. Чувак, я могу сказать тебе только огромное спасибо, глядя на такие пожертвования. Я понимаю, что я что-то должен, поэтому реально на следующей неделе какой-нибудь ролик я запилю. Ты ничего не написал, кроме обернись и обернулся. Мог бы написать разденься, я бы разделся за 5 тысяч рублей. Ой, спасибо, поднял настроение старому пердуну, блядь, попрошайке. 5 ёбаных кусков, пацаны. А ещё говорят, что играя в Outlast нельзя разбогатеть. Теперь я вообще никому не завидую. Кто ещё, блядь, заработал 5 тысяч рублей только что? Илья, как тебе новый пипец? Не смотрел. Я типа и от старого не в полнейшем восторге. Так, интересное кино, но не более. Вообще, являешься ли ты фанатом комиксов? Нет. И перестаньте называть меня королём. Мне, конечно, приятно, типа, что король однажды, король навсегда. Я не... Вообще никак... Ну, как бы, блядь, как шутки всегда относился к этому. А серьёзно? Ну чё? Какой я, нахуй, король? Король, блядь, тоже мне. Я ферзь. Нравится ли тебе хоть что-нибудь из современной русской музыки, пишет Милли Перрен? А, да нет. Да я вообще музыку не очень слушаю. И какую игру ждёшь? Да чё-то, типа, не знаю. Вон GTA 5 спрашивали, жду. Я, типа, смотрю в Стиме новинки, и там, если выходит что-нибудь интересное, то играю. Как-то... Особенно ждать-то не приходится, ничего. Знаете, чё я придумал? Я сейчас включу свет и попробую вынуть и... Воткнуть клавиатуру, сейчас вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чего это может быть такая хуета? Так, ну это работает. Ладно, короче, похуй, мороз. В конце концов, не контролем и динам. Пойдем дальше проходим, потом еще почитаю. Еще немножко вопросов и... После этого, как бы, будем прощаться. Ну это, очевидно, бензонасос. Окей. С этим справились. Ну, человек, рожденный в России, должен уметь обращаться с бензонасосными вышками и всем остальным. За счет этого благородного сырья во многом живет наша родина. Когда я вижу скинхедов с палками, я хоть и не чурка, но пусть даже и еврей. Я предпочитаю уходить. Не доводя, так сказать, до вооруженного конфликта, потому что вооруженного конфликта и, блядь, не получится. Заменить батарею. Ага. Товарищ скинхед. Так, пошел нахуй, блядь. Ебушка, сука. Угу, угу. Так, товарищ скинхед. Товарищ скинхед. Товарищ, блядь, скинхед, отъебитесь от меня. Я не в восторге от вас. У меня... Нервы на пределе. Я могу, блядь, зверем стать хомячком, нахуй. Открываем, открываем, убегаем. В ящик, в ящик, блядь, в шкаф. Здрасте. Приехали. Все, все, здрасте. А, вам боку-кулисту, дружище. Ну, добей уже, еб ты. Все. Давай, давай. Все. Гейм нахуй овер. Я немножко поддался ему, скажем откровенно. Но, сами понимаете, дело такое. Не любят интуристов, блядь, в этом кафе. Поотвечаю на вопросы, да. И потихонечку буду завязывать, наверное. И вот еще, что я придумал. Закрою-ка я эту игру. Нет, глюк остался. Обидно. Ладно, в общем, переходим к вопросу. Мы будем заканчивать помаленьку. И так, стримил почти полтора часа. Посмешил вас немного, возможно. Возможно, нет. Может, у кого-то попка лопнула. Но пришли еще несколько вопросов. Давайте я поотвечаю. И на этом будем заканчивать потихонечку. Если вам понравился стримчанский, кстати, с этой кошмарной игрой, ужасной, то, естественно, ком будет перезагружен. Просто сейчас уже 3 часа ночи, я потихоньку спать хочу не идти. То просто зайдите потом на канал Madison Twitch и отпишите в комментариях, что вы хотите увидеть продолжение. Я тогда еще поиграю, позаписываю. Может, не знаю. Ну, в общем, типа такое. Посмотрим. Пока поотвечаю на вопросы, которые прислали. Frey 0.97 Да, добавлю, что я первый раз играл в кошмары на таком формате, еще и в прямом эфире. Поэтому, если тупил, ковырялся, замолчал, говорил про Control или еще что-то залипшее, то уж извините. Но главное, чтобы было весело, когда кто-нибудь выпрыгивает, правильно же? Привет, смотришь ли до сих пор Формулу-1 и что ты думаешь о новом будущем российском пилоте? Спрашивает Frey 0.97. Ну, я, да, смотрю Формулу-1, но она, типа, не особо... Ей, твою мать. Она, типа, не особо интересная, как бы, в этом году Феттель опять у всех выиграет. Что касается, типа, нового пилота, я его в глаза не видел, но очевидно, что это проплаченный чувачок. Ну, он хотя бы моложе Петрова, так что, может, какой-нибудь потенциал у него есть. Посмотрим. Надо увидеть, как он гоняется, насколько он плох. Мне, в общем-то, кажется, это может быть вообще угарный поц, который, типа, вообще за рулем сидеть не умеет. 150 рублей. Решил скинуть тебе деньжат на новую клавиатуру. Да у меня есть, блядь, старая еще какая-то. Тут не в клавиатуре дело. Вот я закончил игру, у меня до сих пор как будто контрол залит. Не знаю, в чем проблема. Когда, короче, инвалид напал на меня, вот такое говно произошло. Я не знаю, с чем это связано. Я там очень сильно колотил пулаками по столу, паниковал. Так что все, может быть. Твое творчество и мысли так же интересно, как и были изначально. Не слушай говноедов и делай... А, это, блядь, джаза с аваган, короче, нахуй пошел. Петух. Не нужны мне, товарищ, 60 рублей. Я их, конечно, себе заберу, но... Типа такой, ээээ. Ну ладно, спасибо, короче, чувак. Не думал ли ты сделать летсвотч по психоделлу? Я фейспалм спрашиваю, что к какому психоделлу? Это, типа, я должен добыч, что ли, захуярить, блядь, и сказать, что я вижу? Я не очень понял твой вопрос. Привет. Продолжай играть, плис, и обязательно передай, что бро кусок. Бро, ты кусок, нахуй. Что я могу сказать? Бро, кусок. 63 рубля. Приветствую, благодарю за стрим и успехов в дальнейшем. Эш. Спасибо, пацан. Мэтт, передай привет Коле, Саше и Роме. Пишет Карпу... Карбу... Кар... Нахуй, короче. Привет, Саше, Коле, Роме, Ване, Вася. Привет, почему прекрасного педрилкой назвал, из-за чего плохо к нему отточься? Он же охуенно про игры, гадлопанец, спрашивает нас Константин Прекрасный. Мэтт, привет из Ришки. 100 рублей. Нам тоже передай привет по-братски. Я не знаю, что такое Ришка. Ну, типа, вообще Рига, что ли, наверное, город. Привет, Риге. У меня там есть даже пара знакомых. Всем привет. Да, это больше, чем пара. Тут же еще мой брат Стас Давыдов. Привет, Мэтт. К сожалению, 5000 скинуть не могу. Но скинул 100. И спасибо тебе, я не знаю, кто скинул, блядь, 5000 и написал. Обернись. Я думаю, может, они с протекцией, может, у меня их заберут назад. Я, блядь, 5000 в глаза не видел с тех пор, как меня выгнали. Спасибо, Ева. Сайван спрашивает. Ебаная у тебя профессия, но язык подвешен. Смешно и круто, так что продолжай свое благое дело. Да, нет проблем, чувак, мне же не трудно. 38 рублей скинул, чувак, но... Я уж прочту. Стул нога. Илюк, скинул сколько осталось, надеюсь, прочитаешь. Будешь ли когда-нибудь стрим с Гуфовским? Я думаю, многие будут рады. Вы вдвоем, главное, надежда YouTube. Я уже не надежда YouTube, я уже все. Гуфовский реально крутой. Ну, конечно, последние ролики вообще никуда не годятся, но я не знаю, что там с Гуфовским случилось. Подводит, подводит. Ну ладно, Гуфовский на самом деле еще крутой. Ну, мы с ним не общаемся, к сожалению. Типа мы знакомы, иногда переписываемся в ВКонтакте, но... Какого-то типа такого общения, заебись, не бывает. Мэтт, сделай очередной выпуск в RC-диске, RJ к ZGM. Шикарная была тема. Да блин. Че-то в последнее время играть неохота даже в старье. Я вот думаю, создать персонаж с интеллектом 1 и никнеймом Mambet Fallout 2 и попробовать пройти. Мэтт, ты охуенин, пишет Норс. Спасибо, чувак. Стараюсь. Гормоны пью. Женские. Фолс, что ты носишь на шее? Это крест. Ты же вроде еврей, договорил, что атеист. Про крест-то я отдельно расскажу в ролике тоже, который будет на недельке. Я надеюсь, что я все-таки решусь и запилю. Посмотрим. Давно хотел рассказать про крест и про все остальное. Херню. Сегодня Джозеф Керр меня посмешил. А, ладно, не буду рассказывать. Но он нуб и опозорился. Ну, пожалуй, что все на сегодня, ребят. Спасибо всем, кто был со мной. Давайте какую-нибудь музычку захуярю. Интересненькую вам. Под конец. Ну, пистолет его надоело ставить. Что-нибудь такое надо клевое, правильно. Очень трудно управлять компьютером, когда у тебя как будто постоянно нажат Ctrl. Что, блядь, произошло, не могу понять. Может, диспетчер задачи ответит мне? Да нет. Простите, кстати, у меня еще торрент раздавал порнуху. Вот ведь лоханул я. Да, так вот. Значит, давайте какую-нибудь музычку вам запилюм перед сном. И будем заканчивать помаленьку. Спасибо еще раз всем, кто был. Всем, кто пожертвовал финансы свои. Увидимся в ближайшие дни. Не разводите ботхерт. Не верьте всему, что пишут в интернете. Не в том плане, что какое-то мнение, там, это черный пиар или еще что-то. Просто верьте своему вкусу, своим глазам, я не знаю. Это единственный совет, который я могу дать в этой ситуации. Меня она реально разочаровала. Всегда очень обидно разочаровываться в людях и все такое. Но всякое случается. В общем, спасибо всем, кто был сегодня вечером со мной. Кто так же, как и я, сдристовал по-мокрому. Увидимся, увидимся. Всем спасибо. Я всех вас очень люблю и уважаю. Все, пока.